Еженедельное рабочее совещание состоялось в зале районной администрации. Один из главных вопросов на повестке дня – развитие малых форм хозяйствования на территории Северского района. Малые формы хозяйствования являются важнейшим сектором современного агропромышленного комплекса. Развитие страны и Кубани связывают с развитием села, что невозможно без развития фермерских хозяйств и ЛПХ. Оценивая экономическую и социальную роль малых форм хозяйствования аграрного сектора, государство вкладывает немалые средства для их поддержки, используя такие инструменты, как субсидии, гранты, льготное кредитование. Есть новые направления, которые будут участвовать в этой программе. Но, безусловно, обращаясь сейчас к главным поселениям, губернатор чётко сказал, для сельских поселений это возможность улучшить качество жизни людей на селе. Заместитель главы района Марина Наумейко обратилась к присутствующим и напомнила о необходимости информирования населения о мерах господдержки. Ознакомление, информирование наших жителей с теми формами поддержки, которые существуют сегодня, с оказанием мер господдержки малых формах хозяйствования. Поэтому используем все источники, это и сайты поселений, и сайты администрации, безусловно, все наши СМИ, которые работают на территории района, потому что мы видим, что даже сравнительный анализ прошлого года и этого получения гранты даёт нам положительную динамику. О развитии малых форм хозяйствования на территории Северского района рассказала Ольга Игнатенко, начальник отдела экономического развития, финансирования и государственной поддержки предприятий агропромышленного комплекса, управления сельского лесного хозяйства и продовольствия. В централизованных клубных системах Северского района функционируют 164 кружка народного самодеятельного и художественного творчества, в которых занимаются более 2,5 тысяч человек. Многие из них обладают большим творческим потенциалом и являются гордостью Северского района. О результативности участия творческих коллективов централизованных клубных систем в краевых районах, фестивалях и конкурсах 2018 года рассказала начальник управления культуры Галина Куролесина. На заседании рассмотрели вопросы, затрагивающие сферу организации обеспечения населения качественной питьевой водой состояния объектов водоснабжения. Управлением Роспотребнадзора регулярно проводится мониторинг качества питьевой воды поступающей населению. Так, порядка с 2018 года поступило более 40 обращений. Наибольшие обращения – это Станица Северская, остальное по классификации – Людильский, Афибский, Новодмитриевская и Смоленская. В ходе рассмотрения всех обращений для лабораторного исследования отбираются пробы воды из централизованной системы водоснабжения. Часть обращений подтвердились. Так, действительно, в Станице Северской пробы воды соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям по содержанию общего железа. Превышение составило в 3-4 ПДК от установленного норматива. На основании этих жалоб в отношении ресурсоснабжающих организаций составили протоколы и подготовили соответствующие распоряжения. Так как вопрос обеспечения населения доброкачественной питьевой водой является одним из актуальных, в настоящее время в поселениях ведутся работы по улучшению состояния честных сооружений. Проводятся мероприятия по улучшению контроля за качеством питьевой воды. Идут ремонтно-восстановительные работы систем водоснабжения. Продолжается работа по решению вопросов, связанных с водоотведением. Конец учебного года – время для контрольных замеров. В новом корпусе школы номер 43 в Станице Северской прошел обход, цель которого – проинспектировать состояние здания. Начальник управления образования администрации Северского района Любовь Масько лично поприсутствовала при осмотре нового корпуса. Новый блок начальной школы, который был построен в 43-й школе, у нас начал функционировать с 1 сентября. И был введен в эксплуатацию с 1 сентября 2018 года. Естественно, новостройка используется, эксплуатируется всего лишь один год. В ходе эксплуатации, да, появляются определенные проблемы. Но строительная компания, которая выполняла все строительно-монтажные работы, имеет свои гарантийные обязательства по контракту. И в рамках этих гарантийных обязательств на сегодняшний день проводятся работы. У нас была проблема с подвалом. Было небольшое подтекание подпочвенных вод. На сегодняшний день строительная компания нанесет гидроизоляционный слой на стены в подвале, что теперь препятствует протеканию подпочвенных вод. И на сегодняшний день подвал абсолютно свой. Точно так же сейчас проводятся работы по ремонту фасада, там, где у нас есть какие-то трещины в штукатурке. Эти проблемы будут устранены подрядной организацией. Заниматься ремонтом даже мелким и косметическим во время учебного процесса невозможно. Непрерывность обучения детей всегда остается в приоритете. Сейчас школьники на каникулах, а значит самое время провести восстановительные работы. Но учитывая то, что строительно-монтажные работы нельзя проводить во время того, как идет учебный процесс, сейчас по окончании учебного года строители зашли и устранят все те замечания, которые у нас есть к подрядной организации. Но несмотря на то, что сейчас детей у нас в этом здании нет и у нас строители работают, в те дни, когда у нас проходят экзамены, это здание задействовано под путь к проведению экзамена для девятиклассников и в настоящее время здесь проходят еще и экзамены. Учебный год закончился совсем недавно, но процесс подготовки к следующему уже запущен. В сентябре ученики снова сядут за парты и задача взрослых сделать все возможное, чтобы их обучение проходило в комфортных условиях. Отдых должен быть безопасным. В преддверии летних каникул и сезон отпусков в станице Северской в кинотеатре «Ударник» состоялась встреча школьников с бойцами пожарной команды Северского района. Огнеборцы показали ребятам технику и оборудование, которое используют в тушении пожаров и провели большую подробную экскурсию с демонстрацией личных средств защиты. Примерно то же самое, что у аквалангистов, когда они ныряют. Очень похоже. Есть специальный даже разъем, не дай бог, конечно. Кому-то так попадет, что придется пожарным вытаскивать из задымленного помещения кого-нибудь. Мы подключаем в этот разъем дополнительную масочку и одеваем на спасаемую. После увлекательной практики ребята перешли к обязательной теории. Школьникам рассказали о правилах эвакуации и напомнили основные правила пожарной безопасности. Перед началом лекции детей и родителей поприветствовал директор кинотеатра «Ударник» Олег Ратников. Хочу в преддверии летних каникул вас поздравить и хочу, чтобы все каникулы прошли вас без происшествий, чтобы вы соблюдали правила пожарной безопасности и чтобы у вас было все хорошо. По окончании беседы всем собравшимся продемонстрировали ролик о правилах поведения в экстренной ситуации, чтобы каждый юный зритель точно знал, как действовать в случае опасности. Сейчас за партами остались только выпускники, которым предстоят экзамены. Для всех остальных уже начались летние каникулы и в наших силах сделать так, чтобы эти каникулы прошли без происшествий. С 30 апреля по 1 июня на стадионе Андрея Рена при поддержке благотворительного фонда памяти Андрея Андреева прошел футбольный турнир между клубными командами. За кубок турнира сражались 8 футбольных клубов. 1 июня в День защиты детей воспитанники Академии ФК Краснодар 2006 года рождения в финальном матче сразились с ровесниками из краснодарского коллектива «Урожай». Итогом матча стала победа черно-зеленых со счетом 3-0. Таким образом, юные быки одержали все победы на турнире и стали чемпионами соревнований. Спортивный праздник получился ярким и насыщенным. Команда фонда стремилась создать атмосферу тепла и заботы, чтобы каждый год чувствовал себя как дома. Зрители радовали выступления коллектив из Дворца спорта и ДК поселка Афибского. Турнир в память об Андрея Андрееве не только футбольные состязания, но и большой спортивный праздник. На торжественной церемонии закрытия турнира ко всем присутствующим обратились почетные гости. Мы были свидетелями прекрасной игры, но и победил, конечно, талант. И еще раз хочу всех поздравить вас, ребята, с этим большим праздником. Я хочу сказать от всех вас, от себя лично, от всех жителей нашего района, огромное спасибо Андрею Викторовичу за ежедневную помощь детским садам, школам, благоустройстве нашего прекрасного района. Андрей Викторович, вам здоровья на долгие годы. И пускай этот турнир ежегодно будет проводиться на территории Северского района. Я от имени Федерации футбола Краснодарского края благодарю Андрея Викторовича, фонд Андрея Андреева, за этот замечательный праздник, который устроили здесь, на этом прекрасном стадионе. Футбол был и есть спорт номер один в нашей стране. И сегодня мы увидели, как его любят и ценят, и какое мастерство показывают наши юные футболисты. Огромное спасибо всем организаторам, желаю всем хорошего настроения, с праздником! Кульминацией спортивного праздника стало награждение победителей седьмого ежегодного турнира по футболу памяти Андрея Андреева. Команды наградили денежными сертификатами на покупку спортивного инвентаря и одежды, а также медалями и памятными кубками. Завершился спортивный праздник дневным фейерверком. Из дворов и детских площадок в большой спорт. 1 июня на стадионе «Олимп» в станице Северской состоялся всекубанский турнир по уличному баскетболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края. Ребята разных возрастов, среди которых есть как опытные спортсмены, так и начинающие баскетболисты, встретились на площадке, чтобы побороться за медали и титулы. Поприветствовать участников соревнований пришел глава района Адам Джарим. Дорогие ребята, в нашем районе очень много юных талантов, которые, несмотря на свой юный возраст, побеждают на всех практических конкурсах и краевых, и международных. Поэтому огромное спасибо всем, кто стремится. Вы знаете, детство – это, наверное, самая лучшая пора в жизни. Это мечтаешь о каких-то ярких моментах, которые потом уже в дальнейшей жизни обязательно сбудутся. Обращаясь к взрослым, хочу сказать, что наша святая обязанность – любить наших детей. Делать все для них, чтобы у них было на самом деле счастливое детство, чтобы оно запомнилось навсегда, на всю жизнь. Пусть всегда будет мирное небо. Пусть всегда мы будем окружены, вы будете окружены, дорогие ребята, с заботой, любовью ваших родителей и взрослых. Подобные турниры среди дворовых команд проходят довольно часто, и для многих это шанс сразиться с опытными командами и побороться за Кубок губернатора. Такие турниры способствуют популяризации спорта среди подростков и привлекают все больше и больше участников. Пожелать удачи и поздравить команды с Днем защиты детей пришел заместитель главы северского сельского поселения Вадим Пилипенко. Символично, что 1 июня начинаются самые долгожданные для детей каникулы, летние каникулы. Я всем вам желаю с пользой и плодотворно провести эти каникулы, хорошо отдохнуть. Ну а участникам сегодняшних турниров мы подготовили, точнее победителям, мы подготовили призовой фонд, медали, кубки. Поэтому всем спортивных побед. Баскетбол – спорт очень динамичный и отчасти контактный. Однако силовая, а иногда и жесткая игра нисколько не пугает девушек, которых в командах участников немало. Отборочные игры команд района продлятся до 20 июня. Лучшие из лучших будут защищать честь муниципалитета и своего поселения на краевых соревнованиях. Турнир дворовых команд – это всегда непредсказуемо. Спортсмены с большим опытом серьезных занятий здесь встречаются намного реже. Однако в глазах каждого юного спортсмена читается стремление побеждать. А это не менее важно. Краснодарские электрические сети информируют. В связи с реализацией масштабного проекта по установке современных многотарифных приборов учета электроэнергии в поселке Афибский, в период с 3 по 11 июня возможны ограничения электроснабжения следующих потребителей. Улицы Привольная, Победы и Толстого – 3, 4 и 5 июня. Улица Толстого – 6, 7 июня. 7, 10 и 11 июня – улицы Центральная, Гагарина, Короткая и Бондаренко. Данные мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения и призваны защитить интересы добросовестных пользователей. Телефон горячей линии 8 800 115 52. Под ликующие приветствия сотен тысяч болельщиков проехали по Ливерпулю футболисты одноимённого клуба. Игроки демонстрируют ценный трофей – Кубок Лиги чемпионов УЕФА. Финальный матч прошёл на стадионе Метрополитана в Мадриде. Ливерпуль сыграл с английским клубом Тоттенхэм Хоцпур и победил со счётом 2-0. Первый гол забил нападающий Мохаммед Салах, второй мяч послал ворота соперника другой форвард – Дива Кариги. На парад в Ливерпуль съехались более 750 тысяч болельщиков со всей страны. «Это невероятно. Мы едва поместились в поезде, поскольку много болельщиков ехали со всего северо-запада Англии». В честь победы клуба запустили фейерверк прямо с башни офисного здания Royal Liver Building, которая считается архитектурной достопримечательностью Ливерпуля. «Мне всё понравилось. Каждая секунда. Всё прошло отлично, потому что здесь собралось много знакомых. Мы вместе пели. Это уникальное событие. Это просто эйфория. Всё замечательно. Этот город лучший в мире». Для Ливерпуля это уже шестая победа в Лиге чемпионов. Теперь команда сыграет в матче за Суперкубок UEFA 2019 с лондонским клубом Челси. Она также будет квалифицирована в групповую стадию Лиги чемпионов UEFA 2019-2020. Футбольный клуб Ливерпуль был основан в 1892 году. По данным Forbes, в 2018 он занимал восьмое место в списке самых дорогих футбольных клубов мира. В рейтинге UEFA Ливерпуль занимает одиннадцатое место. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ